Всем привет! Сегодня мы продолжаем серию роликов о том, как превратить чумазый аквариум в красивый акваскейп. И сегодня наш ролик о внешнем фильтре, без которого будет достаточно сложно достигнуть красоты чистой и прозрачной воды в аквариуме. Итак, давайте начнем. Вот такая у него упаковочка. Прямо на упаковке показано, как правильно собирать внешний фильтр. Давайте же посмотрим, что внутри. Вот сам внешний фильтр, ну или его еще называют просто внешник. Имеет ручку для переноски. Торчащий цилиндрик, этот для заполнения водой из аквариума. Это просто ручной насос. Состоит он из крышки, в которой находится ротор, который качает воду. При чистке фильтра его также надо доставать и чистить. Но делайте это очень аккуратно, достаточно хрупкая часть фильтра. В нижней части фильтра находятся емкости или кассеты, в которых в зависимости от марки присутствуют разные наполнители, необходимые для качественной очистки воды. Я специально показываю базовую комплектацию. Тут у нас необходимые части фильтра. Шланги, фитинги, краны. Давайте сейчас мы соберем фильтр. Начнем с заборного устройства, которое состоит из нескольких частей. Эта маленькая трубка с поплавком называется скиммер. Будет собирать биопленку и прочие органические остатки с поверхности воды. Это решетка, которая не позволяет попадать крупным частям в фильтр, чтобы не повредить его. Это же блок кранов, через который вода как попадает в фильтр, так и выходит очищенная. Вставляется он строго определенным образом. Как-то по-другому вставить его в фильтр не получится. На нем есть надписи OUT и IN. Через отверстие, где написано OUT, вода выходит из фильтра. Ну и соответственно наоборот, где IN, в это отверстие вода попадает в музы фильтра. Теперь давайте соберем устройство, из которого очищенная вода будет поступать обратно в аквариум. В данном фильтре шланги сразу разъединены. Поначалу, впервые, они одеваются на фитинги достаточно туго. Далее мы закрепляем шланги с помощью вот этой вот гайки. Вот у нас готов шланг для очищенной воды. Его присоединяем к блоку кранов с надписью OUT. Вот так это будет выглядеть в итоге. Теперь же добавим нужные нам детали в кассеты фильтра. Детнеполистую гопку для более качественной биофильтрации. Биошары. Керамические кольца, сделанные из необожженной керамики. Биошары. Они обладают большой площадью, что способствует формированию колоний бактерий-нитрификаторов. Для биологической фильтрации воды. Керамические кольца. Они очень пористые и в них также будут поселяться полезные бактерии. Гребенка может располагаться также и над поверхностью. При этом вода будет лучше насыщаться кислородом, но появится шум. А на этом все. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!